Добрый день, уважаемые слушатели. Надеюсь, меня хорошо слышно, вы устроились поудобнее и готовы к тому, чтобы продолжать наш сегодняшний вебинар. Вебинар у нас традиционный. Меня зовут Андрей Савцов. Я сотрудник российского представительства компании Embarcadero, американской компании Embarcadero. Мы работаем и проводим вебинары для всех тех разработчиков и пользователей по всему миру, кто предпочитает получать информацию на русском языке. Поэтому наших слушателей сегодня много из разных мест мира. Ну и, соответственно, говоря приветствую их всех, я должен сказать доброе утро, добрый вечер, добрый день. Ну, в общем, мы начинаем. Организационно наш вебинар устроен точно так же, как и раньше. Я показываю вам контент. Вы его прослушиваете. И пока вы его просматриваете, прослушиваете, пытайтесь получить от нас максимум полезной информации. А если такой показ в ходу не получается, задаете вопросы прямо по ходу вебинара. Вопросы задаются в чат. Соответственно, в конце я постараюсь обязательно на них ответить в меру своих знаний и умений. После того, как вебинар закончится, мы можем предоставить возможность посмотреть запись вебинара. Как правило, это происходит через несколько дней после технической обработки. Запись появится на нашем канале Embracadera Russia на YouTube. Ну и, соответственно, вы всегда найдете там все последние записи. Я несколько подробнее рассказывал про это дело для того, чтобы дать возможность присоединиться тем, кто опоздал. Ну, думаю, что теперь мы уже готовы к тому, чтобы продолжить. И прежде чем перейти к основной теме сегодняшнего вебинара, объявленного в заголовке, который вы видите на нашем экране, будьте добры, помогите мне. Я хотел бы, чтобы вы все поставили плюсики в чате, если вы знаете, а тем более, если пользуетесь таким продуктом, как UltraEdit. Это редактор, универсальный редактор кода и текста. Его логотип у вас внизу перед экраном. Мне просто хотелось бы знать, насколько вы с ним знакомы. Заранее спасибо за вашу помощь, а я пока продолжаю наш вебинар. Поводом для сегодняшнего вебинара явились две причины. Во-первых, целая серия вебинаров, которые мы проводим последний месяц и будущем, посвящены работе с Linux. Ну, в общем, достаточно понятная причина. Интерес к Linux растет достаточно сильно в последнее время, и у нас определенные перспективы по использованию его, по крайней мере, аналогов на территории, за которую мы отвечаем. Во-вторых, на прошлой неделе мы проводили очень интересный вебинар. Приходил наш гость, сотрудник компании FastReport Дмитрий Зубов. И он пока рассказывал о том, как использовать FastReport и его отчеты на Linux, причем рассказывал не только о вариантах с FireMonkey Linux или еще какими-то другими, поступил вопрос, ну, немножко тролльский, но все равно, разве можно переходить на работу в Linux с такими шаманскими действиями, если требуются такие шаманские действия. И вот я решил, что мы повторим некие информационные сообщения, информационный вебинар для того, чтобы определиться еще раз. Это совсем не шаманство. Есть определенный порядок для создания в Delphi приложений Linux, и этот порядок очень прост. Мы будем сегодня разговаривать по поводу RAD Studio 12. На базе RAD Studio 12 это последняя версия на сегодняшний момент. В ней много достаточно интересных обновлений по сравнению с версиями 11, которые широко известны у нас и по всему миру. Но хочу сказать, что в ближайшее время мы ожидаем выхода следующего релиза 12.1, который будет содержать еще более интересных вещей и указывать на определенные тенденции и направления для будущего развития этого продукта. Не буду особо рассказывать про это дело, оставлю некоторую интригу, но сегодня мы рассказываем наш вебинар, проводим наш вебинар на базе RAD Studio 12. Вебинар будет в основном предназначен для тех, кто, ну, может быть, не совсем в теме, для тех, кто еще пока не ушел глубоко в разработку на Linux. И, в общем, скорее всего, я бы хотел, чтобы результатом сегодняшнего вебинара у вас явилось четкое представление по шагам, что нужно делать для того, чтобы, во-первых, организовать рабочее место и, во-вторых, начать разработку в Linux. Я думаю, что многие из вас представляют, что в ближайшее время нас ожидает переход на работу в Linux. Причем, представьте, что вы сотрудник IT-подразделения какой-то крупной компании, и ваша задача в ближайшее время перевести ваших бухгалтеров, я не знаю, финансистов. Если вы работаете в медицинском учреждении сотрудников регистратуры, может быть, врачей на работу в Linux. Приходят они в один прекрасный день на работу, а там стоит непривычный их компьютер, а что-то другое, и загружается совсем не похожую на их привычную для них терминал с Windows, и выглядит по-другому, и работать надо как-то по-другому. Что делать? Для того, чтобы, собственно говоря, компания могла продолжать свою работу, нужно прежде всего, чтобы новая система, работающая под Linux, выполняла те же самые функции, которые перед этим выполняла система под Windows. Во-вторых, необходимо, чтобы для того, чтобы система была успешной, она обеспечивала не меньшую скорость работы, но и скорость работы и пользователей, и собственную скорость работы, чем это было у Windows системы. Естественно, новая среда вносит определенные вызовы, определенные проблемы в области безопасности. Хотя Linux считается более безопасным, чем Windows, но этой безопасностью надо уметь управлять, регулировать этой средой безопасности. Ну и, конечно же, я почти уверен, у ваших пользователей будет первая реакция, ой, как это все не так, как было. Нам было удобнее, надо вернуть так, как оно было раньше. Это все понятно, это естественно, это все скоро пройдет, потому что я думаю, что вы заранее, как сотрудник IT-подразделения, позаботились о решении указанных выше проблем, но, тем не менее, возникают еще такие моменты, а в какие сроки нужно было вам успеть сделать то, что намечено выше. То есть выполнить, чтобы и функции работали, и скорость была, и безопасность, и среда как можно больше напоминала, ну или, по крайней мере, не вызывала здесь комфорта у ваших пользователей. И следующий вопрос, а насколько можно пользоваться тем, что было сделано до того? Если ваша система была сделана на базе RAD Studio, на базе Delphi в частности, а таких систем, как я уже упоминал на предшествующем вебинаре, посвященном юбилею Delphi, таких систем очень много, в основном в бизнес-среде, вот, и как же то, наработанное за многие годы, можно использовать при разработке новой системы, при переходе, при миграции на Linux. На мой взгляд, тут существует, не то, что существует, видны, просматриваются, несколько стратегий перехода на Linux. Ну, первое, плюнуть на все, что было сделано, и попытаться решить вышеуказанные задачи по функционалу скорости безопасности путем интеграции стандартных CET с платформой, ну, я не знаю, там, если там хорошие утилиты, если там уже готовые программы есть, просто связать их в вход-выход с помощью скриптов или дополнительных систем информационного обмена, и вполне можно работать. А вторая стратегия, которую можно выбрать, это разработка заново на базе последних тенденций. Это значит, что мы, да, знаем все подводные камни, которые были сделаны на разработке предыдущей системы, но мы переходим, скажем, в облачные среды и начинаем все использовать только те инструменты, которые предоставляют эти среды. Первые две стратегии возможны. Наверное, самая перспективная – это вторая, но с точки зрения сроков и усилий, а также надежности и стоимости, я думаю, что они являются наименее выгодными из всех вообще возможно проглядывающихся стратегий. Можно попытаться мигрировать имеющийся код в Linux. По крайней мере, это решит часть ваших проблем в первый момент и позволит в сжатые сроки перевести ваши системы на непривычную платформу. Ну и можно просто взять и попробовать перенести ваши Windows-приложения в среду Linux. Благо, существует специальная утиль, это Wine, которая позволяет это сделать. Сегодня мы будем говорить, скорее всего, о подготовке последних двух стратегий, подробно в них не углубляясь. Чем отличается наш подход? Мы говорим о миграции имеющегося кода в Linux от тех стратегий, которые были предложены ранее. Прежде всего, это мы берем тот код, который был уже использован, который был наработан для существующей системы Windows и используем его практически целиком. То есть мы можем на основе единого кода перевести ваши выполняемые модули в новую среду. В частности, это Linux. Мы сегодня говорим о Linux. Хотя, помимо Linux, тот же самый код может быть переведен на macOS, на iOS, на Android. Ну и еще какие-то дополнительные вещи могут быть сделаны с помощью веб-приложений. В частности, в том же Linux. Во-вторых, наш подход отличается от многих других тем, что мы не просто используем единый код, а компилируем в нативные приложения. Ну, известно, что Java, например, может работать на многих платформах практически с тем же кодом, но там требуется дополнительная среда выполнения. И вы должны компилировать под каждую платформу свою среду выполнения. Нативные приложения, в данном случае, мы говорим о тех скомпилированных двоичных модулях, которые выполняются непосредственно на железе. Они обеспечивают при этом наиболее приемлемые, наиболее выгодные скоростные параметры выполнения. И, кроме того, они выгодны еще по соображению большей безопасности. Труднее внести туда изменения какие-то на уровне двоичного кода. Вот поэтому мы и выбрали такой кроссплатформенный подход, когда мы фактически позволяем использовать разработку под Windows. Наша система разработки идет на Windows, а компилируем под разные платформы. И сегодня мы будем говорить о том, что нужно сделать, чтобы скомпилировать на Linux. Не новая тема. Мы очень давно публикуем информацию, подробную информацию на это. Прошу прощения за паузу. Итак, публикаций в блоге было много, но они по предыдущим версиям. И там могли быть какие-то, во-первых, другие детали по настройке среды. Во-вторых, с тех пор появилось достаточно много вариантов инструментальной настройки, которые стали более удобны и более экономичные для того, чтобы настраивать эту среду. Также мы проводили много вебинаров. Я, скажем, как организовать и начать разрабатывать, какие системы можно использовать, компоненты для разработки приложений, как они выглядят, как ими управлять. Все это было уже на предыдущих вебинарах. И более того, даже был один вебинар, в котором мне было очень приятно представлять, о том, историю успеха нашей отечественной компании, которая вполне использует успешно Delphi и компилирует под Linux для коммерческих продуктов. Причем очень хороших коммерческих продуктов. Создание приложений в Linux в Delphi происходит только в Delphi. C++ пока не может компилировать для Linux, но это в перспективе будет проблема решена. То есть мы сейчас пока говорим только о Delphi, поскольку это реальный работающий вариант. Какие шаги требуются для того, чтобы создать приложение Linux в Delphi? Прежде всего, нам нужно иметь соответствующую версию Delphi. Это Enterprise или Архитект. Ни CE, ни Professional такой возможности поддержки Linux не имеют. исторически сложилось таким образом, что Linux приложения мы рассматривали как серверные. То есть мы, конечно, предпочли делать сервера на Linux для того, чтобы они работали где-то там в бэкэнде. И, соответственно, клиентскую часть, фронт-энд, можно было делать на чем угодно. На веб-приложениях, на BCL, на FMX, работать с мобильных устройств, ну и так далее, и тому подобное. Именно поэтому серверные части относятся к Enterprise или Архитекту. Ну, фактически, это Архитект от расширенной Enterprise. Во-вторых, для того, чтобы настроить среду работы, вам необходимо иметь среду Linux. Назовем это так. Что это означает? Не обязательно это должна быть отдельная физическая машина. Она может быть вполне себе виртуальной. Причем, виртуальной самой разной. требуется для настройки соединения с этой виртуальной машиной. А если вы будете использовать дальше перенос просто как файлами, внешними файлами, то вы можете компилировать в Linux модули на Windows без связи с Linux машиной, а потом переносить на дискете или по сети необходимые модули, но те уже устройства, на которых оно будет выполняться. и это работает достаточно легко. Во-вторых, в третьих, вернее, третьим шагом на ту Linux-систему, которая потребуется вам для настройки соответственной среды работы, необходимо установить Linux PA-сервер нужной версии. Что значит нужной версии? Это означает, что каждый релиз Delphi включает в себя свою версию PA-сервера. К сожалению, это происходит именно так, но это связано с определенными моментами по устройству отладки, передачи, дипломенту, модулей, библиотеки используются разные. Ну, в общем, масса деталей внутреннего устройства, обмена информации между версией RAD-студии и Linux. В каждой поставке Delphi у вас есть PA-сервер. Если вам лень перекачивать это дело через файлы, вы можете скачать по сетевым коннектам через интернет. Урл, который позволяет это сделать, я покажу чуть позже. Что это также может для вас означать? Это означает, что если у вас в разработке используется несколько релизов Delphi, то есть, скажем, Delphi 11, Delphi 12, может быть, Delphi 10, то вы можете вполне себе установить на Linux машину несколько PA-серверов и в нужный момент запускать именно тот, который соответствует версии, используемой вами для разработки в данный момент Delphi. Это вполне нормально работает, они друг другу не мешают, вы можете таким образом организовать свою среду работы. даже, может быть, если у вас несколько разработчиков, работающих на разных версиях Delphi, вы можете одну и ту же машину Linux использовать вот в таком режиме. Дальше, после того, как вы успешно установили PA-сервер, а для этого требуется еще добавить туда обязательно какие-то модули, Linux-модули, в процессе установки PA-сервера они должны быть добавлены, в Delphi вы запускаете PA-сервер, соответственно, в Delphi настраиваете параметры профиля соединения с этим PA-сервером, тестируете этот профиль соединения на работоспособность, на возможность соединения с работающим PA-сервером, и после этого вы можете в Delphi скопировать необходимый SDK, то есть те модули, которые необходимы для компиляции и сборки, непосредственно из того Linux, которым вы будете работать. Следующим шагом является установить в среде своей разработки в RAD Studio или Delphi те компоненты, которые вы будете использовать. Таких компонент масса. В состав поставки сейчас RAD Studio входит FMX Linux, который вы можете установить для быстрой разработки графических интерфейсов в Linux. Но существует еще масса других внешних компонент, которые сразу не поставляются, то есть вместе с RAD Studio не поставляются, но вы можете купить их, приобрести их у той компании, а таких компаний нестольких, которые ее, собственно говоря, и поставляют. Потом, если вы хотите отлаживать в Linux свои приложения, запустить в Linux PA Server, с которым организованы соединения, дальше в Delphi запустить IDE и создать приложение обычным путем, мы рекомендуем сначала отлаживать его прямо в среде Windows 32 или 64, какая вам удобнее, а дальше уже просто перестановкой конечной платформы, на которую вы собираетесь использовать это приложение, компилировать уже под ту среду, которая вам нужна, в данном случае под Linux. Какой именно вариант Linux будет использоваться, определяется профилем соединения, который соответствует там PA Server, с которым он работает, и загруженным SDK из этого самого варианта Linux. Дальше нужно в Delphi указать Linux как Target Platform, организовать соединение, то есть обеспечить соединение для этого Linux, и запускать либо в режиме отладки, либо на выполнение. И то, и то в данном случае работает. Хотя на самом деле, если вы каким-то образом используете хитрые модули, которые есть только в этом Linux, там с отладкой может кое-какие вещи быть проблематичны. Это связано с тем, что эти модули могут не содержать той информацией, которой необходимо отладчику. Кстати, он стал стандартным отладчиком со стандартной отладочной информацией, общепринятой во всем мире, и, соответственно, может какая-то часть не отлаживаться. Ну, собственно говоря, вот 10 шагов, которых достаточно для того, чтобы создавать свои приложения в Linux на базе той кодовой основы, на основе той кодовой базы, которая у вас существует уже готовых приложений. Хотите создавать приложение по новой, да, это тот же самый быстрый режим, RAT-режим, который существует раньше. Значит, тут хотел бы еще отметить несколько важных вещей, потому что были вопросы, мне периодически задают подобные вопросы по поводу различных деталей, почему у меня что-то не идет, ну, и выясняется, что не учтены вот эти самые нюансы, которые указаны здесь на этом слайде. во-первых, сейчас разработка только в Delphi, компилятор только для Pascal, на Linux 64-бита, то есть если вы говорите о 32-битном Linux, у нас компилятора под него пока нет, и в общем скорее всего нам не будет. Во-вторых, это не просто 64-бит Linux, а это Intel-овский Linux, хотя в сторону ARM идет разработка, не могу вам сказать, когда она будет завершена, но это в планах есть, и движение в эту сторону наблюдается. Теперь, когда мы говорим о поддержке Linux, мы официально поддерживаем всего два типа Linux. Это Ubuntu и это Red Hat. Версии Ubuntu самые разные, мы здесь, я здесь указал те, которые описаны в документации, на самом деле пробовали и на некоторых других. Кроме того, существует еще официально поддерживаемая виртуальная система Windows Subsystem for Linux, которая сейчас поставляется вместе с Windows 10 и Windows 11, и это на мой взгляд самая удобная среда для того, чтобы отлаживать, вести разработку Linux систем. Об этом немножко чуть позже. Во-вторых, с точки зрения поддержки в Linux мы поддерживаем практически все, что есть в других платформах. Это и RTL, это работа с базами данных, это ввод-вывод, доступ к базам данных, работа с HTTP, поддержка интерфейсов REST и других API, которые были раньше, в частности облачных. Это интеграция с некоторыми общепринятыми серверами, которые работают именно в среде Linux, и мы об этом будем говорить на следующем вебинаре, когда будем говорить о RAT-сервере. Это работа с JSON, XML, ну и в общем практически все, что было там, работает и здесь, за исключением каких-то определенных моментов. Но должен сказать, что есть определенные вещи, которые мы не пробовали, официально не можем гарантировать, что это будет работать. Это в частности поддержка различных портов в Linux, работа с драйверами хитрыми, ну и так далее, и тому подобное. Это все надо проверять. Если это вам потребуется, вы должны во-первых настроить среду Linux для того, чтобы это все работало, обеспечить те модули, которые нужны, и дальше проверять. Мы это пока не проверяли. Значит, я уже говорил, что для Linux нужен, извините, для разработки доступ к Linux нужен только в первый момент, для импорта SDK. В принципе, не требуется компиляции в дальнейшем, но если вы хотите отлаживаться именно на платформе, на Linux, то по OSER вам в помощь. Эта штука легкая, работает надежно, и вы легко можете им пользоваться. Там есть полезные вещи для того, чтобы это дело используется. По OSER применяется не только отладки, но и для дипломента. Ну и вот теперь, сказавши о двух стандартных, точнее, трех стандартных официальных вариантах, или, как говорят, вкусах Linux, мы говорим о том, что в нашей стране эти два типа Linux не являются самыми интересными. И выясняется, что в нашей стране сейчас наиболее популярны вопросы по Astro Linux, про Alt Linux. Очень многие наши люди уже перешли на Linux Mint. Ну и в общем еще масса других различных версий Linux, которые мы можем попробовать использовать в качестве конечной платформы для разработки. Каждый из них чем-то отличается, но в целом в целом я пробовал на тех перечисленных которые здесь система работа возможна и она беспроблемная. То есть вы можете это делать прямо выполнив определенную настройку каждой среды. Вот для Alt Linux такая настройка минуя до конца не освоена, но в принципе я знаю, что очень многие уже целиком перешли в работку под Alt Linux. Когда мы говорили про VSL то в данном случае имеет смысл остановить на ней особое внимание. VSL сейчас доступна на любой машине с Windows 10 и Windows 11 практически на любой потому что нужно чтобы работали функции Hyper-V соответственно если у вас машина на ней выключены эти функции то либо включите либо значит соответственно придется искать другую машину. Производительность VSL2 сравнима с нативным Linux и соответственно вы можете обеспечить поддержку графических интерфейсов путем загрузки туда соответствующих и в Windows кстати тоже соответствующих их серверов и запускать графические приложения Linux прямо из VSL и наоборот из Windows запускать Linux приложения такие которые будут запускать X сервера графические интерфейсы. Ну преимущества и применения VSL я особо на них останавливаться не буду но в общем понятно что это удобнее когда у вас все время виртуальная машина здесь не надо ничего там доделывать VSL позволяет установить самые различные варианты Linux из коробки прямо в Windows поддерживается по-моему 4 системы но в принципе через backup и restore вы можете установить любой практически вариант Linux в частности CentOS наши устанавливали еще какие-то вещи вот это мы сегодня этого касаться не будем но это возможно вы можете таким образом использовать эту систему не только для работы с Linux в RAD Studio в Delphi но и для запуска скажем там я не знаю системы Docker для того чтобы запускать сложно сочиненные системы серверной поддержки ну и так далее и тому подобное и так давайте перейдем непосредственно к установке POSER на Linux для того чтобы это сделать необходимо установить пакеты которые прописаны в документации и соответственно перенести дистрибутив POSER нужной версии установить его и выполнить определенные скрипты что значит выполнить определенные скрипты вы можете делать все что в этих скриптах вручную это написано в документации что вам нужно сделать но просто скрипт в частности для Ubuntu указанный здесь по данной сокращенной ссылке сделает все за вас там он уже был отлажен он был уже настроен если у вас Ubuntu или что-то Ubuntu основанное на Ubuntu то это будет работать подобного скрипта для RedHut у нас для RedStudio 12 пока нет но там надо всего лишь только заменить номер версии с 22 на 23 и в принципе вы можете пользоваться указанным здесь скриптом для предыдущей версии Delphi для того чтобы выполнять те же самые действия которые делает скрипт для Ubuntu в автоматическом режиме другие виды Linux к сожалению не имеют таких официальных скриптов и в частности для Alt Linux мне пришлось разбираться с многими действиями которые необходимы в документации они не описаны и к сожалению я пока не дошел до конца чтобы написать подобный скрипт чем хорош такой скрипт тем что потом для запуска PA Server вам нужно будет просто из домашнего каталога набрать вот эту самую строчку .slash PA23SH и этот скрипт выполнится запустит вам ту нужную версию которую вы хотите если вам нужно запустить другую версию PA Server набираете аналогичный совершенно скрипт PA22 или там 21 и они запускаются тоже на вашем компьютере в параллель не рекомендую в параллели не могут друг другу мешать по крайней мере пересекаться на портах ну и давайте теперь перейдем на примеры пример я буду показывать на основе вот этой виртуальной машины в данном случае я использую виртуальную машину это Mint Mint 21.3 вот и что мне нужно сделать по указанной выше ссылке вы увидите вот такой вот скрипт вот та самая сокращенная ссылка которая была на слайде она находится на гитхабе ее делал наш MVP соответственно Yen Barker и вы можете либо скачать этот скрипт целиком либо воспользоваться вот этой командой которая вот здесь вот есть я ее копирую соответственно переношу в терминал и запускаю что делает эта команда эта команда скачивает с гитхаба вот этот самый скрипт и начинает его выполнять единственное конечно я должен это делать с правами судо и дальше он пошел выполняться скрипт написан неплохо и в том смысле что если у вас уже установлен по сервер соответствующей версии не пугайтесь он просто его поменяет если это необходимо вот видите скорость выполнения этого скрипта все было сделано давайте просто посмотрим что там делалось что собственно говоря в этом скрипте было я сделаю покрупнее чтобы было хорошо видно значит прежде всего обновляется сама среда конечно надо иметь самые свежие репозитории самые свежие модули которые установлены в вашей системе это может быть любая версия более старая или более новая самой самого линукса но модули которые там установлен должны быть практически самой последней версии дальше устанавливаются вот в этой строчке необходимые модули необходимые библиотеки которые требуются для работы Delphi в качестве системы разработки приложений для этого линукса здесь достаточно много чего требуется в основном это библиотеки относящиеся к GTK 3 и соответственно к неким девелоперским девелоперским извините модули которые относятся к инструментам разработчика для этой системы дальше этот скрипт выкачивает самостоятельно PA-сервер с сервера Embarcadero это официальное место размещения создает каталог PA-сервер создает в нем под каталог соответствующей версии PA-сервера разархивирует в этот каталог те двоичные модули PA-сервера которые требуются настройки выполняет определенную настройку для того чтобы использовать правильные библиотеки для разработки создает символические линки генерирует скрипт PA-23 ну собственно говоря дает ему права на выполнение пользователям и заканчивает свою работу то есть это все достаточно логично и разумно то что это делает давайте посмотрим что у нас получилось больше ничего делать не требуется у нас получился каталог каталог PA-сервер в нем под каталог 23 и вот модули PA-сервер и PA-консоль консоль это еще один вариант работы с PA-сервером который позволяет делать логирование так в этом же каталоге появляется Scratch-dir где дальше дальше тот пользователь который сейчас работает может создавать свои приложения то есть ваши приложения будут помещаться именно в Scratch-dir управлять этим местом вы можете в настройках PA-сервер вы можете указать другой каталог не тот который по умолчанию ну здесь вот уже были созданы определенные приложения которые я в свое время тестировал в этой среде в этом среде выполнения что теперь требуется с точки зрения выполнения следующих шагов дальше нужно запустить RAD Studio я давайте я не буду закрывать Mint для того чтобы можно было с ним в дальнейшем работать так мне нужен нужна консоль вот мы открыли соответствующим образом RAD Studio идем в Tools нам ничего особо не нужно в Options и здесь у нас есть раздел Deployment если вы не можете найти размер Deployment вот здесь можно искать прямо вот здесь вот в качестве Profile Connection Connection Profile Manager у меня уже здесь настроены несколько коннекций профили коннекций для моих систем в частности для Ubuntu для Alt Linux для Mint что если у вас здесь нет ничего нажмите кнопку добавить дайте его название и укажите какой системе идет речь Linux 64 обязательно иначе он будет брать другой SDK значит соответственно дальше вы будете говорить о том как добраться до вашей машины можно использовать либо сетевое имя либо IP адрес соответствующий порт на который вы работаете и если хотите можете запаролить эту коннекцию для того чтобы не каждый мог ей воспользоваться я обхожусь пока без этого давайте посмотрим вот здесь вот мы работаем с Mint у меня да кстати извините еще одну вещь которую не обязательно нужно сделать здесь нужно запустить POSER а для этого давайте сделаем вот запустился POSER он запрашивает нужен ли пароль коннекции для меня нет по умолчанию я просто пропускаю это дело мы работаем на порту 64 211 и я если я не знаю что мне тут дальше делать есть help это доступные команды для того чтобы работать с POSER они все описаны в документации но они очень просты для выхода из POSER нужно нажать Q для того чтобы порт определить P для того чтобы доступные IP адреса I ну и так далее и тому подобное значит соответственно здесь все написано для меня сейчас важно определить какой IP я должен использовать для этой машины для этой машины я должен использовать вот этот IP потому что мы соединены с виртуальной машиной именно по этой фотосетке значит соответственно здесь я указываю его же порт тот же самый и проверяю коннекцию вот в данном случае видите коннекция работает если бы у меня стоял и запущен был 22 POS сервер который здесь же присутствует то появилось бы сообщение у вас старый POS сервер вам необходим POS сервер такой-то версии возьмите его там-то и установите то есть сразу подсказка где это дело брать дальше что нужно сделать для того чтобы настроить свою среду это перейти в SDK менеджер здесь у меня несколько SDK пакетов которые нужно и вот если бы у меня не было Linux Mint я бы опять-таки добавил здесь соответствующий платформу коннекцию которую там я хочу допустим и название этого SDK который у меня там есть я не буду ничего добавлять новое так ну мы ждем таймаута зря я это правильно потому что у меня коннекция другой IP мы ждали таймаута я это зря сделал вот Linux Mint значит если бы у меня его не было я бы вот так его создал и мне бы потребовалось на моей машине около 5 минут для того чтобы скопировать необходимые модули которые сейчас передаются по SDK у меня такого не требуется поскольку у меня самый свежий SDK но если вы там что-то поменяли добавили какие-то юниты например для доступа к базам данных FireDuck вы можете добавить туда какие-то соответствующие модули вот и соответственно когда вы туда добавили в Linux вы должны провести update local file cache это означает что с Linux необходимые файлы будут скопированы на ваш рабочий компьютер именно вашими локальными файлами будет пользоваться Delphi для того чтобы вести разработку сборку ваших систем я не буду тратить лишние 5 минут на это дело если хотите это легко проверить на разных машинах скорость записи SDK разная это связано еще со скоростью внутреннего обмена я пока этого делать не буду важно то что у меня именно здесь этот SDK является основным и мы будем им пользоваться ну давайте проверим что у нас все работает создадим новое приложение консольное значит здесь соответственно я пишу ну для для скорости я не буду особо там изощряться с точки зрения номера версии и так далее и тому подобное все больше мне ничего не нужно теперь идем в таргет платформу добавить платформу и здесь выбираем то что нам нужно Linux 64 ok здесь надо обязательно проверить а какие же здесь идут настройки SDK должен соответствовать тому Linux с которым вы сейчас работаете коннекция должна соответствовать тому Linux с которым вы сейчас будете связываться ну что ж давайте попробуем запустить правильно синтаксическая ошибка еще раз запускаем так где-то глянем на наш Mint PaServer отображает консольные сообщения он отображает консольные сообщения все write-ln и так далее и вот мы получили ту необходимую надпись которую хотели я нажимаю любую клавишу и наше приложение заканчивает работу ну вот так вот здесь вот все работает так что мы еще можем сделать для того чтобы показать работу конкретно вот с Mint давайте откроем еще одно приложение которое я перед этим вот сегодня делал Test01 приложение очень простое это некое FMX приложение значит я ну собственно говоря что сделал я взял добавил сюда панель вот T-Panel вот он извините это я уж так добавил еще лишнее просто ну пускай будет здесь так на него добавил обычную кнопку Button сюда на эту панель я добавил компонент T-Calendar и на каждую из этих кнопок поставил определенные обработчики события для демонстрации этого достаточно мне важно было посмотреть в какой момент идет событие календарь Change календарь Date Selected и календарь Date Click код который здесь есть очень простой значит если я нажимаю кнопку сегодня то текущий календарь переходит на сегодняшнюю дату если я выполняю какие-то действия то по тому как срабатывают события возникает соответствующее сообщение ну вот это событие календарь Change произошло вот это событие календарь Date Click произошло или вот здесь если мы выбираем событие Date Selected то мы сообщаем о том что произошло такое событие и более того мы говорим какая дата конкретно какая дата была выполнена ну давайте попробуем отладить эту информацию это приложение для того чтобы отладить я ставлю здесь точку прерывания и запускаю на выполнение в нашем виртуальной машине в нашей виртуальной машине появилось наше соответствующее соответствующее приложение это приложение FMX просто которое было перекомпилировано под Linux значит вот это наша панелька дополнительная которая была вы видите значит соответственно если я поставлю дату здесь произошло событие Change Selected и мы вернулись в точку прерывания для отладки то есть вот здесь вот мы теперь можем смотреть содержимое переменных все остальное при этом отладка идет на самом Linux удаленно соответственно давайте наберу дальше сниму точку прерывания посмотрим что дальше дальше произошло то что было прописано выбрана дата такая если я нажму сегодня то опять появится такое событие календарь выполнится выполнится это действие которое было подписано на эту кнопку ну как видите вот все работает что хотел бы еще показать хотел бы показать две вещи значит во первых я бы я пожалуй сейчас выключу уже рад студии потому что мы компилировать приложение не будем вот значит здесь мы здесь мы нам нам фактически не требуется теперь по сервер потому что мы отладку удаленную проводить не будем здесь у меня есть дополнительная библиотека демонстрационных примеров я их показывал на одном из предыдущих вебинаров вы можете посмотреть но мы можем просто я могу просто показать как она работает здесь вот есть знаменитое приложение random beaker которым пользовался мой коллега Всеволод Леонов когда на всяких конференциях и вебинарах мы разыгрывали соответствующий мерч фактически это в пределах 100 идет выбор чего-то такого что это было это было просто перекомпилированное приложение сделанное еще на по-моему Delphi XE и вот оно перекомпилировано и работает здесь так как требуется то здесь есть еще здесь есть еще приложение которое ну вот допустим работает с чистой графикой исходники у меня есть так что исходники у меня есть в моем репозитории на GitHub вы знаете мой репозиторий вполне можете туда залезть и посмотреть эти исходники вот это примеры доступные всем ну вот он конкретно здесь он генерит золотое сечения можно убрать спираль просто демонстрационный пример того как это работает есть более интересные примеры намного более интересные в частности здесь вот я не перенес сюда соответствующий каталог хорошо сейчас мы тогда сделаем это по-другому это может быть даже хорошо что здесь в Минте этого нет значит мы сделаем дополнительные действия и я сумею вам показать работоспособность другой версии Линукса здесь я закрываюсь нам это не требуется запускаю Alt Linux причем в минимальной конфигурации не требуется Запускаю консоль. Просто хотел показать. Извините, тороплюсь. Тут тоже самое у нас совершенно спокойно. Работает PIE-сервер. То есть он был здесь установлен. И есть соответствующий каталог. Есть соответствующий каталог домашней папки, который я хотел вам, собственно говоря, показать. Здесь есть вот такая штука под названием Controls Demo. Это известная вещь, которая была сделана для двух пакетов, один из которых мы поставляем вместе с Delphi, а второй, который надо покупать отдельно, называется CrossVCL. Автор у них один и тот же. Разница в том, что FireMonkey работает с FMX, компонентой FMX, а CrossVCL работает с компонентом VCL. Достаточно понятно. Ну, тут есть много-много страниц, которые говорят, как работает тот или иной элемент интерфейса. В частности, вот здесь есть те же самые даты, вот с разными вариантами. То есть видите, здесь вполне нормально работает. Самые различные контролы. Можно иметь графические какие-то эффекты, повороты и так далее. Значит, соответственно, есть какие-то новые компоненты. Это стандартный пример, на котором проверяют наши пользователи способность FMX Linux или CrossVCL на различных вариантах Linux. Значит, что здесь я хотел показать? Здесь я хотел показать возможность переключиться на другой стиль. Так что это очень мощные инструменты, которые позволяют вам генерировать те графические интерфейсы, которые требуются. Ну и, соответственно, вы можете этим пользоваться очень широко. Не знаю, будет работать. Но даже 3D View здесь работает прекрасно. Это к вопросу о том, что Alt Linux также вполне работает и для отладки, и для генерации соответствующих программ, которые вам требуются. Теперь я закончу, соответственно, показ этого примера. Перейду опять в нашу демонстрацию. Ну, здесь хотел показать только один момент, что если вы работаете для VCL, единственный IP-шник, которым можно пользоваться, это Localhost или 127.001. Про FMX Linux мы рассказывали достаточно подробно. Здесь идет повторение. Но если вы хотите самую свежую документацию по FMX Linux, вот здесь есть ссылка, на которую вы спокойно можете перейти и посмотреть все, что мы говорим о работе с этим пакетом. Текущая версия FMX Linux в Getty не 1.41, а 1.76. Соответственно, вот в каталог репозиторий той версии FMX Linux, которая вам нужна, он будет поставлен. Все то, что вам есть. Обратите внимание, что здесь есть еще примеры, с которыми вы можете смотреть, как работать с тем или иным компонентом в рамках Linux систем. Это очень полезно, потому что был вопрос, например, по ListView. Тот пример, который мне прислали пользователи, действительно не работоспособен, но тот пример, который здесь есть, в библиотеке примеров FMX Linux, он работоспособен. На странице по этой ссылке идут сообщения о том, в каких версиях Linux были протестированы Control Demo приложения, и оно успешно работало. На сегодняшний момент это более 240 различных вариантов Linux. Обратите внимание, здесь вы всегда можете найти тот вариант, который вам нужен. Многие библиотеки внешних производителей также используют это дело, то есть используют FMX Linux, и они поставляются вместе с FMX Linux, для работы вместе с FMX Linux. К сожалению, это частные компании, и вам придется покупать соответствующие компоненты у них самостоятельно. Для приложения на базе VCL был создан CrossVCL. Его надо также приобретать. Приобретать его можно на том же сайте crossvcl.com. Был вопрос о дальнейшем развитии CrossVCL, но это частная компания, надо обращаться конкретно к разработчику CrossVCL, для того, чтобы выяснять подобные вопросы у них. Я уже показал демонстрации, демонстрации. Ну и, соответственно, вот хотел сказать, что еще одним вариантом стратегии может быть использование Вайна. Вайн в этом случае работает. Как его нужно настроить, и как с ним нужно работать на Астролинуксе, был показан на нашем последнем вебинаре. Запись его доступна. Вот он перед вами. Ну и теперь я готов отвечать на ваши вопросы в течение, ну там, у нас минут 10 есть, на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Маленькая пауза. Извините, коллеги, за соответствующую паузу. Я просто вынужден был пообщаться тут еще по другим вопросам. Значит, знаю об ультраэдитом, пользуюсь. Спасибо, Динар. Жду, когда ультракомпея, Динар. Ну, да, наверное. Так, Visual Studio Code бесплатный, но имеет множество плагинов, полностью покрыть функциональность ультраэдит. Да, хорошо. Так, Сергей. Никогда не станет топчиком, и в нем изначально заложен бардак и корявый. Сергей, ну это ваше мнение. Пожалуйста, можете высказывать. Так. Подскажите настройку Alt Linux. Astralinux, Alt Linux. Крипты для Linux, которые официально поддерживаются в Баркадере. Хорошо написана документация. Да, Сергей, так оно и есть, но для Alt Linux я пока вам не готов сказать. Astralinux достаточно просто все делается, потому что он близок. Так как документация там написана, так и делается. Так, соответственно, как вы настроили свой Alt Linux? Я поставил туда POS-сервер. До конца я его не довел. Так. Какой объем памяти рекомендован для VCL? Минимум 8 гигов. Так. Работает ли отладка для приложений Delphi запущенных в Вайн? Не работает, Динар. Что под капотом Linux, что за библиотека для отрисовки форм? GTK Plus? 3+, 3+. Не совсем понятно, что такое SDK и где его взять. Он входит в состав самого Linux. Планируется ли отстудия поддержка GGA Linux без использования FMX Linux? Нет, не планируется. Про CROSS VCL немножко подробнее. Это набор визуальных компонент или какой-то перекодировщик? Да, это набор визуальных компонент, нативных для VCL. Как устанавливать компоненты FMX Linux, которые написаны самостоятельно? Владислав, очень хороший вопрос, на который пока не готов ответить. В принципе, вы заходите в исходники FMX Linux, он поставляется в исходниках, смотрите, как там пишутся компоненты, и устанавливаете их, как те сделаны. И не более того. Это обычные компоненты. Так, коллеги, не могли бы выложить настройку для Astra Linux? Да, я, Сергей, постараюсь это сделать, но уже в рамках не вебинара, а в рамках блога или дополнительно где-то еще. Обязательно вам пришлю. Коллеги, извините, мы вышли из того времени, которое было заложено на наш вебинар. Я вынужден прекратить его, закончить его. Очень рад был, что вы были с нами, и приходите в следующий раз. Всего доброго, спасибо. 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 Спасибо.